Всем привет, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Выкладываю видео по ОИ, тяж. В общем, хотел поговорить по теме того, что уровни, уровни боев не соответствуют уровню техники. То есть, если у вас 6, 7, 8, 9 уровень, то вас часто забрасывают и с восьмерками, и с семерками, если вы на шестерки, и если вы на семерки, на восьмерочных уровнях, вас закидывает и на девятки, и на десятки. Вот на примере этого боя я хотел бы показать, какие чудеса может танк, находясь ниже его уровня, и если он в топе, и какие он может чудеса творить. То есть, может всех рвать. Да, это танк имбовый, да, так сказать. Ну, смотрите, какое у меня будет преимущество в конце. И смотрите, какое преимущество вообще в разнице в уровне и в технике. То есть, что вот тут вот четверочные уровни делают. То есть, они тут вообще как бы бесполезны. И так, если брать и восьмой, и девятый, и этот десятый уровень, дисбаланс прослеживается очень часто. То есть, вас кидает на уровень выше или на два уровня выше. Поэтому многие игроки, они как бы и в негодовании, они жалуются на то, чтобы были хотя бы одноуровневые бои, или хотя бы на уровень выше. И все, как бы. Тогда, почему я говорю так? Потому что сразу будет понятно, кто играет хорошо, а кто просто играет хреново, а просто говорит, что вот он такой нереальный скилловый игрок. Потому что, вот смотрите, на примере этого боя просто... Смотрите, как я просто выношу этих... С одного выстрела этих соперников. То есть, здесь, конечно, баланс... Баланс в игре, он вообще не налажен. То есть, как такового баланса его и нет. Он разлажен, этот баланс. То есть, в очередной раз я говорю, что надо что-то делать с этим балансом. Потому что, это, конечно, не игра, когда ты на каком-нибудь восьмом уровне, тебя постоянно бросает к этим десяточным уровням, постоянно тебя бросает на уровень выше даже. И потом тебе дают какой-нибудь топ после ста боев. Это вообще, это разве игра? Это разве игрок может показать какой-то уровень игры или набрать какую-то статистику, если он играет постоянно всегда с высшим уровнем, на уровень выше. Вот если у меня этот бой, он вообще какой-то, ну, один из редких там боев, что с четверками, с какими-то пятерками, я вот уже сто боев проиграл на этом танке, допустим, мне один раз только закинуло, остальное все на уровень выше. Но на этом танке и на шестом уровне на нем можно играть и с восьмерками спокойно, и с десятками, но... Я говорю вообще по любой другой технике, то есть на некоторых танках на них можно играть и на уровень выше, на уровне 2, на 3 даже выше можно уровня спокойно себя чувствовать, но... Это такие танки, они просто, как говорится, имбовые, и их мало в игре. Вот, а если говорить все обо всех остальных танках, то есть которые не имбовые, то есть... О них просто становится невозможно играть. Вот видите, смотрите, какая хп проходит на этом танке, то есть его полностью забираю, полностью наношу 950 хп с одного выстрела. Вот. Ну, надо сказать, что видео короткое, но тем не менее, я хотел бы вот сказать и какую-то вот, может кто-нибудь посмотрит и сказать, что вот на примере этого боя сейчас показываю, что насколько дисбаланс, насколько дис... как бы... Сама внутри игры, да, баланс этот не налажен. Когда он будет налажен, ничего не известно. Вот. Поэтому я говорю, проблема с балансом, проблема с... Не с уровнем, вот, да, именно с уровнями боев, то есть не налажено, уровни боя не налажены. Сейчас, смотрите, какая разница в дамаге, то есть... Здесь вот по дамаге можно понять, сколько я здесь вот сделал, по сравнению со мной тоже на шестых уровнях, сколько люди мало сделали по хп. Поэтому я говорю, что... Да, мне такие бои, допустим, ну, нравятся, да, я тут как бы... Как бы тут и тащить-то было нечего. Ну, просто... Смотрите, какая уровня... Разница в три раза, в четыре. То есть... Должны быть одноуровневые бои, чаще, чего не происходит. Или на уровень выше. А происходит, что на два, на три, ну, на два уровня выше почти постоянно бои. Так что все, всем всего доброго, всем пока, с вами был Стас Кобальт. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»